приветствую вас дорогие друзья действительно очень важная истина о нашей зависимости от бога знаете я так слушал и размышлял я не думаю что кто-то из христиан вот если сегодня спросить или сделать опрос и сказать ну как ты думаешь мы зависимы от бога я очень сильно сомневаюсь как кто-то бы сказал нет независимы то есть все мы вроде как это понимаем все мы с этим соглашаемся но знаете в то же самое время мы живем сегодня в период когда у христиан очень бедная молитвенная жизнь и как один человек сказал если ты хочешь кого-то make him feel guilty нагнать какое-то чувство вины на человека поговори с ним о молитве или о важности молитвы и действительно молитва это сфера нашей жизни где все мы можем we can use some improvement мы можем работать над этим но вы знаете тогда когда человек не молится неважно что он верит неважно чтобы он говорил если он не молится это самый прямой факт или это самое прямое доказательство того что глубине сердца он чувствует себя независимым от бога вспомните моменты когда у вас не оставалось никаких шансов когда может быть вас болели родственники когда у вас были какая-то безвыходная ситуация я точно могу погарантировать то что вы не забыли помолиться вы не прожили жизнь или не прожили день и потом вечером вспомнили упс я каким-то образом забыл утром помолиться этого не происходит потому что тогда когда мы в глубине сердца осознаем зависимость молитва будет естественно это будет как дышать мы сегодня не забываем дышать потому что мы чувствуем в этом потребность у нас есть определенная внутренняя система которая заставляет наши легкие работать вот что подобное у нас должно быть и в молитвенной жизни поэтому пускай нас господь благословит чтобы вот то что мы сегодня слышали чтобы мы не спешили соглашаться с этим не спешили говорить ну да ясно я не спорю с этим посмотрите на вашу молитвенную жизнь и вашу молитвенную жизнь она покажет насколько вы глубоко верите вашу зависимость от бога один человек сказал такие слова что переживание и тревога это тогда когда я имею разговор с собой о вещах которые я не могу изменить но молитва это тогда когда я разговариваю с богом о вещах которые он может поменять понимаете да разницу и если бы мы сейчас тут логически все это просто выставили на и сказали ну что как что более рационально переживать беспокоиться ночами не спать или доверять богу я думаю все бы сказали ну логично доверять богу но дело в том что мы очень часто движем не логикой и не истиной мы просто движем и вот этими эмоциями нашими чувствами поэтому пускай нас господь благословит чтобы мы всегда не только знали о своей зависимости от бога но реально чувствовали и чтобы она отражалась на нашей молитвенной жизни окей мы сегодня с вами продолжаем изучение книг ветхого завета мы подошли сегодня книги с афонии этот вторник еще три вторника мы закончим с вами старый завет так время быстро идет нам осталось еще какие-то три книги и мы потом естественно будем проходить новый завет книга с афонии очередная хорошая важная нужная книга которая учит нас очень много о боге если вы замечаете то последние вот три книги мы говорили о книге наума авакума с афонии вот малые пророки очень много здесь мыслей пересекаются но одна самая главная истина здесь звучит она как разная нитью проходя через все эти книги это божий характер кто такой бог причина для этого потому что большинство этих книг было написано до вавилонского пленения это были книги которые были написаны уже в последние несколько десятков лет до того как бог забрал их в плен и для того чтобы привести их в сознание у израильского народа была самая главная проблема в том что они забыли кто такой бог и они перестали перед ним поклоняться они начали рисовать себе своего бога бога своего воображения они стали обращаться к мирским или языческим идеям бога поэтому все эти пророки бог постоянно раз за разом еще еще раз он говорит вы должны понять какой кто я такой друзья самая главная проблема человека начинается тогда когда он не понимает бог когда он придумывает себе своего бога служение пророка с афонии это еще одно предупреждение которое было послано богом иудейскому народу в об опасности их нечестие и богоотступничество пророк с афония нес свое служение в первые годы правления царя и оси я хочу показать вам опять вот эту линию времени о которой мы говорили в прошлый раз и когда мы начали еще книгу пророка наума я здесь добавил несколько еще событий посмотрите напомню в семьсот двадцать втором году бог посылает ассирийское царство они завоевывают северное царство израиля они уводят его плен в ассирию 701 году примерно это была попытка синахирима завоевать иерусалим его военачальник пришел и он пытался испугать иудеев мы об этом говорили в шестьсот пятьдесятом году при монассии примерно была написана книга пророка наума и потом после монассии был еще один такой царь которого звали омон он царствовал буквально несколько лет поэтому я даже его не стал здесь писать его имя но потом был царь и оси и вот и оси мы все знаем его как благочестивого царя который помните парнем была найдена книга закона и были совершены много различных реформаций в иудейском храме но это было не всегда так потому что и оси воцарился довольно таки в раннем возрасте ему было всего лишь восемь лет когда он воцарился и буквально первые десять лет примерно его царства много что не происходило он даже не мог принципе и царствовать мы можем представить восьмилетнего мальчика как как царя поэтому там первые десять лет скорее всего царствовали другие люди и потом когда ему исполнилось примерно 18 лет в шестьсот двадцать втором году мы знаем с вами историю как была уборка храма и вот при этой уборке была найдена книга закона если вы помните и тогда все ужаснулись и они говорят слушай все это время у нас не было закона мы не знали что делать совершается служение в храме это очень важно друзья представьте себе нету книги закона уже десятилетиями но продолжается служение продолжаются священники люди продолжают что-то делать в храме в храме служение никогда не останавливалась там продолжалось просто проблема была в том что они стали его соединять с различными языческими явлениями поклонению вала и различным идолам ну вот когда была найдена книга закона можем об этом почитать в книгах царств там просто у людей был шок они назначили пост они стали риф была реформация там у них довольно таки серьезная так вот книга сафонии была написана до этого до того как была найдена книга этого закона и скорее всего даже можно предположить что вот эти вот пророчества которых мы сегодня будем читать здесь они повлияли каким-то образом на те реформы которые совершил и оси но мы видим ясно что это еще было до того как начались какие-то духовные изменения при этом царе книга пророка сафонии она представляет собой очень такую компактную проповедь где всего лишь три главы и эта проповедь она конкретно и ясно выражает божье предупреждение о грядущем наказании посмотрите что как мы недалеко в принципе от уже завоевания южного церкви царства вавилоном в пятьсот восемьдесят шестом году буквально через какие-то не знаю около сорока лет уже будет пленение но посмотрите все это время через книгу наума через книгу сафонии через других пророков авакума бог все равно продолжает взывать к этому южному царству и он предупреждает их что если они не покаются придет вот это наказание это бедствие книга сафония она очень ценна тем что она представляет нам бога немножко в другом свете чем нам сегодня представляет бога культура в которой мы живем я думаю что если вы смотрите телевизор если вы общаетесь с большинством вот так есть такое понятие как mainstream evangelism вот американское движение не только американские по по всему миру люди очень часто очень любят провозглашать о боге как о любящем боге как о милующем боге даже некоторые не понимая полный характер бога они ясно говорят что в новом завете бог отличается от старого завета это другой бог вот мы в новом завете находим бога благодати бога любви в старом завете мы видим абсолютно другого бога который гневается который истребляет людей так вот книга пророка сафонии друзья она выставляет нас или дает нам довольно таки сбалансированный взгляд на бога тогда когда мы пропускаем вот подобные книги у нас будет очень однобокое представление о боге и опять же опасность в том что мы будем придумывать себе своего бога и постепенно мы будем поклоняться уже выдуманному идолу вместо библейского бога наше отношение к богу будет меняться наше отношение к его закону будет меняться в том и проблема сегодня во многих у христиан у них они перестают читать старый завет и они много говорят о божьей любви о божьей благодати но они не понимают что принципе евангелие евангелие это провозглашение божьей справедливости потому что тот факт что бог за нас пострадал что он послал сына свою в этот мир именно и говорит о том что бог он настолько свят и у нас только справедлив что он не мог пойти на компромисс со своей святостью ему нужно было удовлетворить свой гнев ему нужно было удовлетворить свою справедливость даже если это стоило своего собственного сына это очень удивительная истина временам в третьей главе апостол правил представляет его так он говорит да будет он оправдывающий и праведен то есть вот там на кресте бог одновременно показал и свою праведность то что за грех нужно наказание грех нельзя просто пропустить его нельзя просто сквозь пальцы на него смотреть он должен быть наказан и поэтому там на кресте было очень ясное явление божьей справедливости и одновременно там была явлена огромнейшая божья любовь и благодать потому что бог сам удовлетворил свои требования своей справедливости вот эти две вещи они встретились там на голгофе это удивительная удивительная истина и глубина евангелия в этом но вот старый завет нам показывает вот именно бога которого сегодня многие люди забыли ее центральной темой или центральной истины которые мы просмотрим здесь является явление такое которое называется день господин день господин если вы помните уже очень много раз упоминался в других книгах книга и аиля была посвящена этой теме мы с вами говорили об этом пророк и сая говорит одне господнем пророк а мозг говорит одне господнем я напомню что день господин она это такая фраза или такой термин который употребляется в писании для обозначения особенного времени особого времени когда бог посещает эту землю и когда он соприкасается с людьми для того чтобы явить себя для того чтобы явить свой характер иногда день господин это представляется в позитивном свете тогда когда мы читаем о нем в других прочих книгах это будет день господин когда бог явит свою славу когда он установит свое царство и он будет миловать он даст израилю новое сердце тысячелетнем царстве но в основном проблема в том что всякий раз когда бог приходит на эту землю образно говоря да или или когда он соприкасается вот с этим миром в основном это день гнева потому что люди грешны и он хотел бы благословить он хотел бы им дать свою благодать но в основном вот этот день господин когда мы о нем читаем в библии это очень страшное время очень страшное время когда бог изливает свой гнев пророк сафония представляет этот день своим читателям посмотрите таким образом вот в 14 стихе первой главы мы читаем близок великий день господа близок и очень поспешает уже слышен голос дня господня горького запиет тогда и самый храбрый день гнева день сей день скорби и тесноты день опустошения и разорения день тьмы и мрака день облака и мглы день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башей посмотрите как он подчеркивает здесь он всячески пытается нарисовать используя различные метафоры он говорит что день господин это будет очень страшное явление и прежде всего это будет излияние божьего божьего гнева и те люди которые читали эти пророчества скорее всего они уже знали пророчество пророка исаи амоса они уже слышали другие слова других пророков и аиля и поэтому вот эта терминология день господин она повторяется она повторяется раз за разом в этих пророчествах потому что люди уже знали с чем это ассоциируется тема божьего гнева это очень важная составляющего библейского учения о боге друзья и как я уже сказал что проверьте себя проверьте свое сердце вот когда вы думаете о боге что первое приходит вам на разум знаете когда общаешься с неверующими людьми даже с некоторыми христианами сегодня люди представляют бога как какого-то знаете машину благословений вот как бог он просто вот это то чем он занимается он сидит на небе и его задача в принципе его обязанность благословлять всех вот он должен мне то дать он должен мне это дать и тогда когда то что бог допускает мою жизнь она не соответствует моим каким-то желаниям люди говорят ну как вот бог может такое допустить как бог может такое сделать я не верю в такого бога я бы не хотел в такого бога верить то есть всякие различные такие абсурдные заявления люди представляют но вы знаете вот в подобных книгах мы видим бога не как бога который марионетка знаете который бегает на который пытается просто исполнить вот желание людей который должен кому-то что-то здесь бог представляет себя как владыка и он здесь говорит к людям не люди говорят к нему на он говорит он говорит высушать теперь мое слово бог это бог который может требовать который имеет право требовать и который никому ничем не обязан сегодня люди спорят кому бог что обязан кому кому кого он обязан спасать кого не обязан спасать друзья бог бы был абсолютно на 100% справедлив, если бы он от начала творения все миллиарды людей отправил бы в ад. Он бы был абсолютно справедлив, и он на это имел право. Но дело в том, что когда мы говорим о благодати, благодать нельзя требовать. Благодать — это не обязанность, и милость — это не обязанность. Поэтому, когда мы говорим о благодати, милости, о спасении, это уже Божье прерогатива. Это полностью вопрос, который находится в Его воле, и мы не можем никогда какие-то претензии предъявлять Богу по отношению к Его благодати. Бог абсолютно справедлив, и когда Он гневается на кого-то, Он это делает, у Него есть очень хорошее основание для этого. Книга пророка Сафонии — одна из самых конкретных подтверждений такой точки зрения. Давайте посмотрим на главные темы этой книги. Посмотрите, здесь я взял эту просто книгу как самая главная тема. У нас здесь действительно Божий гнев. Если вы читаете, вы ужасаетесь, потому что здесь очень такая она страшная книга, потому что мы здесь лицом к лицу соприкасаемся с гневом Божьим, и вот мы посмотрим на темы с разных сторон на Божий гнев. Самое первое, на что нам нужно обратить внимание, прежде чем мы даже начнем смотреть эту книгу, нам нужно посмотреть на панораму или на большой big picture Божьего гнева. Если мы этого не сделаем, мы будем очень часто confused, когда мы читаем не только Сафонию, а когда мы читаем другие книги Ветхого Завета, потому что множество пророчиц того времени, мы уже об этом говорили, когда говорили об Исаии, они явно имеют несколько точек исполнения в истории. И очень часто нам кажется, что пророк, он как бы прыгает из темы на тему, или он вроде бы говорит об одном событии, потом в следующем стихе он говорит о первом пришествии, потом он в том же самом стихе может говорить о втором пришествии. И нам очень часто непонятно, о каком событии здесь идет речь. Но дело в том, что День Господен или какие-то пророчества о последнем времени, мы должны знать, что так пророки – это такой литературный прием, который они пользовали, это такой жанр, как говорится, пророческая, которая есть, как говорится, near fulfillment и far fulfillment. Есть близкое исполнение этого пророчества и есть более дальнее. Вспомните, когда мы с вами проходили книгу Иаиля. И в книге Иаиля мы говорили, что там он приводит во второй главе, текст, который написан, что в последнее время дочери ваши будут пророчествовать и залью дух мой на всякую плоть, солнце там померкнет и звезды там все. Помните этот текст, да? И этот текст цитирует потом Петр во второй главе Деяния как частично исполнившийся. То есть один текст пророчества, но мы понимаем, что в день Пятидесятницы солнце не померкло и луна там не упали, то есть там было что-то из этого текста исполнилось, а что-то еще исполнится. И мы должны помнить, что не всякие пророчества, просто потому что они даже написаны в одном иногда стихе, не означает, что речь идет об одном и том же событии. Если вы помните, мы с вами смотрели на картинку две горы. Одна гора, и вроде как, когда смотришь на нее прямо, за ней сразу другая гора. Но когда ты повернешь эту картинку на бок, ты видишь, что между этими горами там очень большое пространство или большая дистанция. Вот то же самое нам нужно помнить. Когда пророк говорит о Дне Господнем, я вот что было понятно нарисовал здесь. Смотрите, есть пророк, и он смотрит вперед на День Господень. И потом есть другой стих, который говорит еще об одном исполнении Дня Господнего, который будет уже в будущем, в День Пришествия. Я хочу вам проиллюстрировать это несколькими стихами. Вот смотрите, седьмой стих первой главы. Написано, «Умолкни пред лицом Господа, Бога, ибо близок День Господень». Вот когда написано «близок» – это то, что сейчас вот здесь вот. Мы знаем, что вавилонское пленение, и как я уже сказал, было примерно 40 лет от написания этой книги. Он говорит, «Близок День Господень, уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать». Здесь рясная речь идет о том, что он будет судить Иудею во время вавилонского пленения. И потом мы видим другие стихи, такие как, например, 2-й и 3-й стих. Посмотрите, здесь написано «Все истреблю с лица земли», говорит Господь. «Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли», говорит Господь. 18-й стих «Ни серебро их, ни золото их, не сможет их спасти в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». То есть мы знаем, что в то время, как другие стихи говорят, что близко День Господень, и Бог будет судить Иудею, есть много других здесь стихов, которые говорят уже о глобальном суде, когда Бог истребит всех. И здесь некоторые стихи относятся к периоду Великой Скорби, некоторые стихи относятся уже к окончательному истреблению этой земли в конце веков. И эту особенность нам нужно с вами понимать, если мы будем правильно толковать вот эти все пророчества. Это первое. Второе, мы должны увидеть здесь причины Божьего гнева. Сафония не просто говорит, вот пишет им и говорит, Бог на вас разгневался, потому что ему нравится гневаться, вот у него на этого нет никаких оснований в принципе, но вот приготовьтесь к его гневу. Абсолютно нет. Он говорит, им очень ясно, что у Бога есть на это все основания. Бог никогда не гневается, он никогда не судит человека, не предъявив ему претензии. В принципе, помните, в Римлянам, в первой главе, когда Бог обращается к язычникам, он говорит, ибо невидимая сила его для всех была явна. И потом он добавляет фразу так, что они безответны. Вот эта фраза так, они безответны означает there without excuse. Ни один человек сегодня не может сказать, что у него не было достаточно для того, чтобы признать владычество Бога. То же самое во второй главе. Он говорит, что люди, которые даже не имели закона, они должны были быть сами себе закон. У них есть совесть, которая написана или оправдывает их, или осуждает. Таким образом, Бог дал все творение вокруг для того, чтобы каждый человек был подотчетен ему. Никого нету, кто может, у кого-то какие-то экскьюзы есть. Как минимум, у человека есть совесть, по которой он должен жить, но ни один человек даже не живет 100% по своей совести. И там вот, если вы проследите аргумент в послании к Римлянам, Павел ясно говорит, что все люди согрешили и лишены славы Божьей. Вот он подводит там к третьей главе, к 23 стиху, и первые две главы Римлянам, он именно на это фокусирует. Он пытается, he is trying to present a case. Он преподносит обвинение и говорит, все согрешили, все под грехом. Нету никого, кто мог бы каким-то образом оправдаться. Вот то же самое он говорит здесь. Он предоставляет им причины Божьего гнева. Во-первых, эти были причины для тех, кому эта книга была адресована. Первым лицам, кому она была адресована, иудеям, для того, чтобы они могли покаяться, чтобы Бог мог пробудить в них сознание своих грехов. Кроме того, понимание причин надвигавшихся вот этих бедствий было необходимо также и для праведников. Мы с вами уже говорили, что среди всего этого нечестия и сложного периода в израильском народе не означало, что все до одного были грешны. Там были отдельные праведники. Мы в прошлый раз, помните, говорили о пророке Аввакуме, который наблюдает за всем и говорит, Господи, что происходит? Почему ты не останавливаешь это нечестие? Были отдельные личности, были отдельные праведники. И, конечно же, вот эта книга для них нужна была очень сильно, чтобы они успокоились. И чтобы они, как Аввакум, помните, он чуть ли не поколебался в своей вере, потому что он думал, что Бог просто закрывает глаза на нечестие людей. И помните, он потом говорит, что он пришел уже к этому осознанию. Бог ему явился и сказал, что я не оставлю греха ненаказанным. И вот эта книга также служила вот этим утешением для многих праведников, которые жили в то время. Также книга Сафонии, она представляет несколько причин для того, чтобы нам сегодня также находить утешение. Мы уже смотрим сегодня на эту книгу, и мы применяем ее к нашему временю. И также здесь есть вещи, на которые мы должны обратить внимание для нашего назидания уже тысячи лет после этого. Итак, давайте посмотрим на несколько причин, за которые Бог будет судить это Южное Царство. Прежде всего, конечно же, это идолопоклонство. О чем? О чем? О идолопоклонстве мы уже много говорили в каждой буквально книге. Это была самая главная проблема этого народа. Посмотрите, 4 и 5 стих. «И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками». Врецы – это были языческие священники, это были посредники между языческими богами и людьми. И вот он говорит, что они все смешались в храме и врецы, и священники, и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся Царем Своим. Друзья, проблема израильского народа, как и у многих верующих сегодня, она была одна. Я не боюсь это говорить, потому что сегодня мы недалеко уходим от израильского, или я надеюсь, что не мы. Когда я говорю «мы», я надеюсь, что никто из нас здесь не является идолопоклонником, я молюсь об этом. Но есть у нас сегодня очень большая опасность, чтобы мы также попали под это число. Люди на то время формально признавали Бога, они на словах поклонялись Ему, но дело в том, что практически… Что такое идолопоклонство? Эти люди, ходя в храм, исповедуя Бога, они практически на деле доверяли свою жизнь различным другим точкам опоры, различным другим ценностям, различной силе, популярным в окружающем их мире. Что они делали? Они ориентировали свою жизнь не вокруг Бога. Для иудеев, живших в то время, это были методы решения своих проблем. Эти люди, они видели, что у них проблемы есть, и у них было проблем много, но решение этих проблем они не искали в Боге. Они смотрели, как люди этого мира сражаются с их проблемами. Вот Бог наводит какое-то наводнение, какое-то землетрясение, какое-то стихийное бедствие, и они смотрят, окей, ну, это не только у нас. А как люди с этим борются? Что они говорят? Что они делают, когда проходит у них такое время сложное? Вы знаете, иудеи жили вокруг множества язычников. Иудеи, смотря на жизнь язычников, они видели ее более развитой, более крутой, более продвинутой. И поэтому вот эти иудеи, они брали идеологию с других народов, они брали их богов, которые были у язычников, и они присвоивали вот эти идеи все себе и своим семьям. Друзья, идолопоклонство является одной из наибольших серьезных проблем людей. Посмотрите, какое определение здесь есть, если можете записать его. Идолопоклонство это возвышение кого-то или чего-то в положение превышающее, равное или сопоставимое с положением Бога. Мы можем взять что-то, может быть кто-то, человек, какая-то вещь, какая-то идея, и тогда, когда она для нас становится более важно или менее важно, или может быть даже на одном уровне, чем Бог, более важно или на одном уровне, это означает идолопоклонство. Я уже не поклоняюсь Богу, я поклоняюсь вот этой вот идее. Даже если мы пытаемся сравнивать с Богом, я думаю, это уже грех, потому что мы даже не должны смотреть, и потому что Бога нельзя ни с кем сравнить, он настолько превыше, он настолько больше всего. Это самый серьезный вызов против Божьего совершенства. Друзья, знаете, наши дети, они, например, вращаются вокруг их современников в школе, молодежь вращается вокруг современников, и они смотрят по сторонам очень часто, и они дают этим одноклассникам задавать тон их жизни, они дают, например, на них влиять. И даже не дети, не только дети. Когда мы говорим, мы очень часто виним молодежь, что у нас такое поколение растет. Да, у детей есть свои проблемы, но даже родители, даже взрослые люди могут сегодня находить удовлетворение в своих работах, в своих бизнесах. Вроде как эти люди, они ходят в собрания, они слушают правильные проповеди, они поют правильные песни, но их реальная точка опоры, она не здесь, она не в Боге. Вот если разобраться, просто поставите какой-то девайс, чтобы просканировать их сердце. Ты видишь, что очень часто, или оно проявляется, что часто там в сердце не Бог, и нет наполнения Христом. И человек, он вроде в правильном месте, но его реальная жизнь, она там. Там более круто, там люди, которые определяют, кто я есть, там люди, которые определяют, как у меня пройдет день, которые определяют мое настроение и так далее. Друзья, нарушение вот Божьего эксклюзивного такого и абсолютного статуса в сознании людей неизбежно приводит их к катастрофе, как в личной жизни, так и в обществе. И вот в жизни израильского народа их постоянные вот эти вот тенденции к возвышению себя, возвышению богов, которые их окружали, они постоянно это возвышали на уровень Бога. Он именно и привел вот к этому излиянию Божьего гнева. Вот почему это Сафония делает здесь предельно ясно. Посмотрите на вторую причину. Вторая причина — это осквернение отношения к Богу. Вот все начинается тогда, когда мы допускаем, помните, как один пророк говорит, что вы допускаете идолов в своем сердце. Все начинается с сердца. Где-то мы не почувствовали даже то, о чем мы сегодня говорили, зависимость от Бога. Где-то мы не преклонились пред Ним. И так вот постепенно мы допускаем каких-то идолов у себя в сердце. Что-то становится для нас более важнее, more exciting, more interesting. И потом происходит следующее. Начинается осквернение отношения к Богу. Что это означает? Вот посмотрите 9 стих. Здесь идет речь о нечестивом отношении к самому Богу. «Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом». То есть это эти люди, которые уже пошли дальше, чем просто иметь идолов в сердце. Они уже стали явно поклоняться идолам. Они этого не стеснялись, они не пытались это ни от кого скрыть. И вот они уже прямо в храм приносили всяких идолов, валов. Они наполняли его различными явными грехами. «Перепрыгивать через порог» — это такая интересная фраза, которая означает «спеши, торопися что-то делать». Знаете, когда мы спешим, торопимся, и мы с радостью это делаем, мы иногда прыгаем с вами. Вот. Я не знаю, может быть, если вы это делаете. Но дети обычно, когда they're very excited, они прыгают. Так вот, в еврейском языке, знаете, что в каждом языке есть свои выражения, есть свои фразы. И они, когда их переводишь очень часто на русский язык, они звучат странно. Но вот эта фраза, она означает «спеши, торопися». То есть они без всяких проблем приходили в храм, и у них даже ничего не йокало здесь, у них ничего не болело. Вот. Они это делали абсолютно со спокойной совестью. В этом еще одна проблема, друзья, верующих людей. Многие считают, что главное — приходить в храм, главное — поклоняться Богу. И при этом они не стараются, не заботятся исправлять свою греховную жизнь. И к чему это приводит? Это подвергает отношения людей с Богом в наиболее серьезную проблему. Если вы внимательно почитаете Библию, почитаете Божьи обвинения к израильскому народу, если вы посмотрите на жизнь Иисуса Христа, его претензии к фарисеям, вы увидите, что одна из самых главных причин, почему Бог гневался на людей, это из-за их формальность и лицемерие. Вот тогда, когда человек не живет Богом, но он продолжает соблюдать формальные какие-то ритуалы, это очень сильно раздражает Бога. Я бы сказал, мало что настолько сильно раздражает Бога, чем формальность и лицемерие. Именно эти проблемы Иисус Христос нам показывал однажды. Посмотрите, 3 глава 4 стих, мы видим, что это была проблема не только людей. Одно дело, когда это проблема просто прихожан, которые приходят в храм, Бог им говорит, что это проблема ваших пророков. Опять же, мы говорили уже об этом пророки Исаии, Еремии и других пророки, они говорили об этом уже, что здесь была проблема не только людей, но сами люди, служителя, они вводили людей в эти проблемы, в эти грехи. Пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон. Попирают закон. В жизни народа израильского извращение отношений с Богом на уровне пророков, это было еще ухудшало ситуацию во много-много раз. Третье обвинение, посмотрите, это упование на богатство. Упование на свое богатство. Еще одна была проблема, которая явно здесь описана. Они уповали не только на свое богатство, они уповали на свои способности, они уповали на свои материальные возможности. Мы знаем из других пророческих книг, что израильский народ, он стал обращаться к другим царям, они стали уповать на свои связи, на какие-то человеческие ресурсы. Это типично, друзья, для всех людей, которые поклоняются иным авторитетам. Если в вашей жизни нету явного авторитета Божьего Слова, если в вашей жизни нету авторитета Бога, вы неизбенно прибежите, неизбежно прибежите к иным точкам опоры, которые будут человеческие. И вы потеряете упование на Бога, вы будете уповать на богатство, вы будете уповать на свои силы, на способности, на людей, на связи ваши, на что угодно. Смотрите, одиннадцатый стих. «Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром». Вот Сафония здесь подчеркивает то, что касается всех. «Упование на богатство или иные человеческие достижения никогда не приведут к успеху». Тринадцатый стих. «И обратятся богатство их в добычу и домы их, в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить». Друзья, это то, что мы переживаем постоянно. Множество людей. Посмотрите на историю. Богатые люди, которые однажды строили себе дома, которые какие-то планы делали. Бог поставит какое-то наводнение и все смывает. Люди строят себе какие-то бизнеса, и стак-маркет пошел вверх, пошел вниз, и люди теряют все. Люди очень часто уповают на вещи, которые очень глупо на них уповать, потому что они абсолютно нестабильны. И здесь Бог им просто показывает, что вы построите дома, вы будете какие-то планы делать. Вы сейчас гордитесь, что у вас там есть ресурсы. И при этих ресурсах, естественно, человек по своей природе, он становится независимым от Бога, то, о чем мы с вами говорили сегодня. Когда нужды есть, когда есть трудности, мы бежим к Богу. Как только у нас мы чувствуем, что вроде бы все нормально идет, жизнь стабилизировалась, мы меньше идем к Богу. И вот это время было, в принципе, относительного благополучия. Люди были богатые, и Бог их видит в сердца, и Он говорит, что вот это богатство произвело в вас надменность. Но самое главное, друзья, земные ценности не имеют никакой практической значимости в глазах Бога. Вот это мы должны точно помнить. Тогда, когда мы говорим о том, что мы любим Бога, что у нас есть христианское мировоззрение, мы должны всегда строить свою жизнь с вопросом, как Бог видит меня, каким я являюсь в Его глазах, как Бог видит ситуацию, с которой я сталкиваюсь. Это должен быть постоянный вопрос, который нас беспокоит. И самое главное, что мы должны всегда помнить, что наше богатство, наше достижение, бизнеса, образование, наша красота или некрасота, неважно, что бы мы могли представить Богу, оно не имеет никакой значимости. Это все просто пустой воздух перед Богом. Перед Богом самое главное, это наше сокрашенное сердце. Опять же, это все идет вразрез с тем, что нам сегодня диктует мир. Посмотрите, как он говорит здесь в 18 стихе. Вот тогда, когда он говорит, я и залью свой гнев на них, ни серебро их, ни золото их не сможет спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо и стремление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли. Друзья, это истина, она важна для всех людей во всех времена. Я думаю, вам приходилось смотреть в различные клипы, наводнений, hurricanes, недавно у нас были пожары. Вот вы знаете, когда ты на это смотришь, и ты чувствуешь силу вот этих всех природных явлений, и ты понимаешь, что вот это идет волна, и она ни перед кем не останавливается. Она не смотрит, богатый человек, небогатый, образованный он, необразованный, умный он, неумный, красивый, некрасивый. Ты не можешь этой волне взятку дать. Ты не можешь, даже многие, я думаю, готовы были бы дать все свое состояние, миллиарды долларов, а эта волна не остановится. И вот он говорит тебе, что не думайте, что ваше серебро, вот то, на что вы уповаете, оно не сможет вас спасти. И с моей руки, он говорит, никто из вас не избавит. Когда я буду гневаться, все ваше упование, оно просто не имеет никакого значения. Это еще одна, друзья, очень важная истина, и это не только опасность израильского народа, это опасность и наша с вами в повседневной жизни. Как наша жизнь реагирует на успех, который дает нам Бог? Меняет ли оно нас? Делает ли оно нас более независимыми от Бога? Четвертое. Это неверие Богу. Или точнее, недоверие Богу. Я думаю, что здесь четвертое исходит очень ярко из третьего. Из-за того, что у них было упование не в правильном месте, это, в принципе, свидетельство о том, что у них не было правильного отношения к Богу, не было доверия к Богу. Посмотрите, как он говорит здесь в 12 стихе. «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих». Еще одно очень интересное еврейское значение, которое очень странно звучит в русском языке. Я его объясню сейчас. «Которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». О чем он говорит здесь? Сидят на дрожжах. Это выражение, которое означает «люди самоуверенны», которые надменны, они напыщены. Это человек, который очень много думает о себе. Я думаю, вам приходилось встречать с такими людьми. Очень интересно. Вот посмотрите, эти люди говорят, что это Господь, он вроде как есть, но он не является ни источником добра и ни источником зла. Вот эти люди, они видели, они смотрели на все вокруг и они объясняли все события, все землетрясения, все наводнения, все стихийные бедствия просто натуральным образом. Они говорят, ну земля крутится и крутится. Солнце светит, оно и светит. У нас есть какие-то научные, но это же сегодня, мы встречаемся с атеистами, они говорят, ну у нас есть научные сведения, как это все работает. Мы вам можем все по полочкам разложить, мы можем вам показать все это. Землетрясение произошло, они говорят, ну мы говорим, Господь вмешивается в вашу жизнь, Господь хочет что-то вам сказать через это. Они говорят, ну какой Господь? Просто землетрясение, просто вот эти тектонические плиты, которые под землей, они столкнулись. Значит, нужно дома сильнее строить. И они строят сильнее дома. Наводнение было, нужно строить, значит, высшие заборы, нужно какие-то продукты сохранять. Вот это отношение к этому миру, друзья, люди не видят, вот Бог стучится, Бог говорит, Бог посылает всякие бедствия. Люди не хотят здесь увидеть Бога, они говорят, они сидят на дрожжах, как он говорит здесь, они самоуверенные, напыщенные, и они даже не хотят впустить Бога в их мировоззрение, и они говорят, Господь не делает ни добра, ни зла. Бог абсолютно не вовлечен в эту вселенную, Бог абсолютно не вовлечен в ход событий. Посмотрите, 3 глава, 2 стих. Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает. А на что уповает? На деньги, на богатство, уповает на свой разум, на свою философию какую-то, уповает на свои связи, на египетских царей, к Богу своему не приближается. Это еще одна была очень серьезная проблема, не веря Богу, то есть не доверя его слову. Бог говорит, это я, а они говорят, да нет, это все само собой, все само собой развивается, здесь Бога нет. Следующая, это очень такая элементарная истина, грех против Бога. В 17 стихе написано, и я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что согрешили против Бога. Вот если он в других местах подчеркивает конкретные какие-то грехи, там идолопоклонства, все другие грехи, здесь он просто говорит, согрешили против Бога. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их помет. Вот мы смотрим на это, да, разметана будет кровь, как прах, и мы ужасаемся, говорим, господи, как-то все это страшно звучит, господи, как ты, ну как вот любящий Бог может такое сделать. Подумаешь, согрешили, подумаешь, ну просто ты не можешь просто простить это как-нибудь, просто вот покрой, просто забудь. Знаете, мы думаем, что нужно наказывать убийство, нужно наказывать там насилие, какие-то большие грехи. Но знаете, когда ты соприкасаешься вот с такими фразами, мне Господь говорит, я вас буду наказывать, что вы согрешили против меня. А что такое грех? Любой грех, друзья, это восстание против Бога. И здесь Бог показывает, что я есть Творец, и я говорю людям, что делать, а они говорят, не будем мы так делать. И Бог говорит, окей, тогда я буду на вас гневаться, и я имею на это все основания, пускай это будет мелочь, пускай это будут какие-то большие грехи, неважно. Он говорит, я здесь царь, я господствую здесь, и вы будьте добры, поклоняйтесь мне, не будете поклоняться, я имею все основания вас истребить из этой земли. Одного маленького грешка достаточно для Божьего наказания, друзья, одного маленького грешка достаточно, чтобы человек за него, за один грешок, он горел всю вечность в аду, согласно стандарту Божьей святости. Мы нуждаемся, друзья, вот в таком понимании Бога, мы нуждаемся в таком понимании Божьей святости, потому что очень много вещей, которые мы просто пропускаем через глаза очень часто и говорим, ну подумаем, подумаешь там, не согласился с Богом, подумаешь там, не послушался его в том или другом. Естественно, мы как христиане, друзья, мы радуемся сегодня, потому что мы во Христе. Я не могу представить, что было бы с нами, если бы мы не были во Христе. Бог уже давно бы истребил бы нас. Но благодаря жертве Христа я понимаю, что мы сокрыты в нем, но все равно мы должны знать, что наши отношения с Богом, они продолжаются. И хотя наши грехи, они прощены, наши отношения с Богом, они зависят от того, как мы живем и что мы делаем в повседневной жизни. Второе, или третье, на что мы посмотрим очень быстро, это пределы Божьего гнева. Здесь в этой книге мы также видим, что вот этот вот гнев, он будет не только над Иудеем, не только над Южным Царством, он будет также и на все окружающие народы. Книга Сафонии, 2 глава, 4 и 5 стих, он говорит здесь о суде над филистимлянами, ибо газа будет покинута, и осколон опустеет, азот будет выгнан среди дня, и экрон искоренится. Горе жителям приморской страны, вы знаете, что филистимляне, они жили прямо на берегу Средиземного моря, народу критскому. Раньше филистимляне, они жили на острове Крите, потом они переселились, поселились там на побережье Израиля. Слово Господне на вас, хананей, земля филистимская, я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей. В 8-9 стихе здесь суд идет над амонитянами, моавитянами. Слышал я поношение Моава и ругательство сынов амоновых, как они издевались над моим народом и величались на пределах его. Посему живу я, говорит Господь, Савоов, Бог Израилев, Моав будет как садом, и сыны Амона будут как гамора, достоянием крапивы, соляною рытвиною, пустынею навеки. Остаток народа моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей моих получат их в наследие. Далее судно эфиоплянами. В 12-й стихе «И вы, эфиопляне, избиты будете мечом моим над Ассирией, и прострет он руку свою на север, уничтожит Ассура и обратит Неневию в развалины». Помните, буквально через 10 лет после этого Неневия была развалина в 612 году. «Вместо сухое, как пустыня. Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем, я и нет иного кроме меня». Смотрите, как Бог очень ярко подчеркивает, в чем их проблема – самонадеянность. Они не чувствуют, они не хотят признавать над ними авторитет. Они говорят «я и нет иного кроме меня». Как он стал разваленою логовищем для зверей. Тут он не закончен, да, Стив? Логовищем для зверей, да. Всякий, проходящий мимо него, посвищет и махнет рукою. Также здесь ясно написано, за что это все будет. Посмотрите, он говорит ясно. «Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Савуофа. Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться каждый со своего места все острова народа». Друзья, когда мы читаем в пророчествах о том, что Бог говорит «я истреблю все народы вокруг», Бог не посылал этого пророка к народам вокруг. Ферестемляне не услышали этих слов, а сирийцы не услышали этих слов. Для чего Бог говорит своему народу о том, как он будет истреблять всех вокруг? Это нужно было иудеям, потому что они находили свое упование в вещах, где находили его все окружающие народы. И Бог говорит, посмотрите, что я сделаю с этими народами. Вы сейчас завидуете им, вы подражаете им, но я их просто истреблю всех. Я вот так вот поступлю. У них самая главная идея, которая доминирует в их сознании, это высокомерие. И он говорит, что вы иудеи взяли у них эту идею. Вы живете мирскими ценностями, мирскими идеологиями. И он показывает здесь, что те, на которых вы уповаете, мои пределы моего гнева будет не только на вас, но и на тех людей, которыми вы пытаетесь подражать сейчас. Друзья, это очень практично для нас сегодня. Тогда, когда мы думаем, когда мы смотрим на этот мир и мы завидуем где-то, помните, как Асав говорил, я позавидовал безумным. Нам нужно себя очень тщательно хранить, чтобы не завидовать тем, которых мы знаем, вскоре Бог истребится этой земле, которые будут пить чашу его гнева, потому что они не возлюбили Христа, они не приняли его. И очень часто мы завидуем или мы хотим, мы подражаем, может быть, людям, даже где-то в сердце. Мы воруем какую-то идеологию, какие-то идеи из этого мира. Друзья, то же самое мы делаем, что делал Израиль. И Бог сегодня нам говорит, что я истреблю. Если Он не перечисляет все народы, Он говорит то же самое в Новом Завете, что всех, кто не верующий в Меня, я истреблю их. Нам нужно быть так аккуратными, чтобы довольствоваться тем, что мы имеем во Христе. И чтобы ни в коем случае не воровать идеи у этого мира, потому что у нас достаточно Божьей истины, которая должна доминировать сегодня нами с вами. Пятое, посмотрите, или четвертое здесь, это покров от Божьего гнева. Вот при всем этом, посмотрите, Он говорит причины Божьего гнева, за что Он будет их судить. Он говорит о пределах Божьего гнева, как далеко его гнев будет распространяться. Но при этом Он говорит, что у вас есть шанс. Вы имеете возможность скрыться от этого гнева. Я предлагаю вам покров. Посмотрите, Он дает им решение ихней проблемы. Во второй главе, в первых двух стихах, Он говорит, исследуйте себя внимательно, исследуйте свое сердце, исследуйте народ не обузданный. Доколе не пришло определение, день пролетит, как мякина. Доколе не пришел на вас пламенный гнев Господен. Доколе не наступил на вас день ярости Господней. Посмотрите, как пророк здесь призывает посмотреть на себя внимательно, чтобы увидеть свою реальность. Он предупреждает их, что время коротко, что его нужно использовать правильно. И что эти все пророчества звучат не просто так. Они звучат для того, чтобы дать шанс людям покаяться. Это вполне, друзья, реальная опасность, которая укражала всем, непреверимчившимся с Богом, живущих во грехах своих. Несколько ниже, в седьмом стихе третьей главы, Бог говорит такие слова. «Я говорил, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище твое». Помните, он в пяти книжах еще говорил, когда он их отсылал в обитованную землю, он говорил, будете ходить в моих уставах, вам будет благо, вы останетесь в этой земле. Там был список огромных благословений и закона. И потом был список проклятий. И он говорит, будете пренебрегать мною, будете пренебрегать моим законом, потеряйте свое жилище, потеряйте свою землю. Вот увидите, все это настолько соединено. У нас есть пяти книжек, где нам ясно еще Бог сказал на то время, вся остальная Библия нам показывает, как человек, имея все ресурсы, имея все предупреждения, он все равно идет против Бога. Он настолько упертый, и Еремия нам говорит, почему это так. Он говорит, лукавое сердце человеческое, крайне испорченное. И уже на протяжении тысячи лет он говорит им одно и то же, он говорит, придите ко мне, покайтесь, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Прилежно. Знаете, что такое прилежно? Это когда я стараюсь, когда я прилагаю к этому все усилия. На зло я это делаю. Осознанно я иду. Бог говорит, иди туда, а к океана, говорит, я пойду абсолютно как можно дальше в другую сторону. Друзья, Старый Завет рисует перед нами очень важную картину. Мы с вами говорили о том, что Христос говорит, что закон был путеводителем ко Христу. Вот это все нам показывает, что такое сердце человеческое по своей натуре. Оно хочет бежать от Бога куда дальше. К сожалению, вот так вот народ отвечает Богу на его предложение. В то время среди Божьего народа, как я уже говорил, есть и праведники. В то время находились те, кто смирялся перед своим Творцом. В общем, Израиль был греховен. Но, опять же, были отдельные личности. Посмотрите, в третьем стихе написано, в защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, в защите правду, в защите смиренно мудрее. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Друзья, у Бога всегда есть тех, кто слушает Его голос и смиряется перед Ним. И именно к ним обращается пророк, показывая им, что каким образом они могут быть защищенными от ужаса грядущего на землю Божьего гнева. Так, причины, пределы покрова Божьего гнева. И последнее – это прекращение Божьего гнева. Слава Богу, что у нас есть конец вот этой пророческой книги, и не все так плохо закончится. Или не все так плохо здесь заканчивается, потому что в последних нескольких главах, особенно в третьей главе, Бог здесь дает нам чуточку надежды. Он смотрит вперед и говорит, что гнев Божий будет длиться не всегда. Как и большинство пророческих книг, она описывается торжественным восстановлением Царства Израиля, которое будет совершено Богом в последние дни. Прежде всего, посмотрите, это будет время, которое будет характеризоваться очищением народов от греха. Третья глава, девятый стих написано, «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». То есть мы знаем, что этого еще не происходит, этого еще не произошло. Но вот будет такое время. Опять же, день Господень. Мы говорили с вами, что есть near fulfillment, да, есть близкое его исполнение, есть дальнее его. Здесь он уже говорит о будущем дне Господнем. Бог говорит, что Он удалит всех, кто решит против Него, кто живет в тщеславии. В 11 стихе, посмотрите, «В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против Меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоей знатностью. И не будешь более превозноситься на святой горе моей, но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господь». Господь здесь, естественно, говорит об остатке. Мы о нем читаем в Римлянам 11 главе, мы читаем о нем в книге Откровения. Вот это определенное очищение, которое произойдет однажды с израильским народом. Мы знаем его как период великой скорби. И потом это время перейдет во время тысячелетнего царства, где будет уже покаяние израильского народа. Мы об этом более конкретно поговорим, когда мы придем к книге пророка Захарии. Через несколько вторников, буквально через вторник. Так вот, в книге пророка Захарии он говорит, что они посмотрят на того, кого они пронзили. И там написана целая глава о том, как они будут каяться. Мы знаем, что того еще не было. Это все будет в будущем, когда Господь приведет израильский народ в покаянии. Также посмотрите, 13 стих написано «остатки Израиля». Остатки. В Библии мы находим такую метафору, что вот эти вот остатки, они будут как после собирания винограда. Там немножко, там немножко. То есть остатки – это небольшое сравнительно количество людей. Но остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи и не надейся, и не не надеются. А, не найдется. Здесь нет буквы «ё». Найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут постись и покоиться, и никто не потревожит их. Опять же, очень спокойное время, которое мы еще не наблюдаем сегодня. Эти люди будут отличаться своей праведностью Богу, перед Богом, верностью Ему. Посмотрите, с 14 стиха, как мы читаем об этом. «Ликует червь Иона. Торжествуй, Израиль. Веселись и радуйся от всего сердца червь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев посреди тебя, уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму, не бойся, и Сиону да не ослабевают твои руки. Господь Бог твой среди тебя. Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Друзья, вот эти все слова – это обещание Израилю, которое однажды исполнится. Однажды Бог уже жил, помните, посреди Израиля. Он жил в скинье собрания, он жил с ними в храме. И когда мы с вами проходили книгу Изекииля, помните, мы говорили о том, как слава Господня на определенном этапе, она покинула храм. Бога уже не было среди израильтян. И вот он говорит здесь, что в тысячелетнем царстве, в будущем, он говорит уже «Я буду среди вас жить, Бог твой среди тебя». То есть он опять же вернется. И когда мы читаем с вами книгу Изекииля, 40-ая глава, с 40-ой до 44-го, там идет речь о новом храме в тысячелетнем царстве, написано, что слава Господня, она постепенно, постепенно возвращается в этот храм, и Бог опять начинает обитать со своим народом. Вот это те обещания, которые Бог дает. И, конечно же, израильскому народу это тоже нужно было знать. Когда мы говорим с вами о приходе Мессии, я думаю, вы начинаете видеть, что Старый Завет был переполнен обещаниями Мессии. В некоторых текстах это было сказано более ясно. Но это не только Исаия 9-ая глава, это не только Михея 5-ая глава, где написано о Вифлееме, это не два-три места. Обещание Мессии было буквально в каждой пророческой книге, тогда, когда пророк говорил о надежде, которая скоро придет, надежда Израиля. И вот книга Сафони, даже такая, я бы сказал, печальная или страшная книга, которая пропитана, которая заряжена Божьим гневом, даже в такой книге здесь Бог оставил место для надежд. И он говорит, что придет момент, когда я все-таки возвращу остаток Израиля к себе. Итак, несколько уроков этой книги мы с вами помолимся. Первый урок это то, что, конечно же, Божьи ценности, они неизменны. Иногда мы с вами думаем, или есть такая опасность, что, ну, если достаточно людей, они поминают, они начнут жить греховно, и достаточно много людей, скажем, миллион людей, они попытаются снизить Божий стандарт, у них это получится. Друзья, этого никогда не получится. Божьи стандарты, они неизменны. Даже если все люди на этой земле перестанут жить по его стандартам, они не смогут как-то унизить его. Это на наши человеческие как бы мысли или логика такая, что общество сегодня определяет, что добро и что зло. Общество сегодня диктует нам, что законно, что незаконно. У каждого свои стандарты, морали. Вот с Богом не так. Бог говорит, вот мои стандарты. Хотите все идти в ад? Хотите все идти под мой гнев, пожалуйста? Но я не буду свои стандарты менять просто потому, что миллионы людей или миллиарды людей не хотят им повиноваться. Люди сегодня говорят, ну что это за любящий Бог? Но не мог он уже как-то свои стандарты опустить? Друзья, на то он и Бог. На то он и святой Бог, что не люди диктуют, кто он есть, а он дал свое определение. И он сказал, я буду говорить, что есть добро и что зло. И мы сегодня видим, как философия этого мира пытается постоянно подогнать Бога под свои какие-то идеи, под свои стандарты. Видим мы в книге Сафонии, что это не прокатит. Это не пройдет с Богом. Бог говорит, даже если нужно истребить вес народа, истреблю вес народа. Все пойдете в плен, на всех будет изливаться мой гнев. Второй урок, который мы видим здесь, это то, что Бога же гнев, он реально страшен. Об этом очень много говорили. Сафония напоминает о реальном ужасе, ужасе Божьего гнева. И третья книга Сафонии говорит о том, что Бог долготерпелив и милостив. Я не знаю, когда вы читали первые две главы этой книги, если вы думали вот именно об этом, но, братья и сестры, если вы глубже и глубже вникаете в Божью святость, в Божью правильность и в Божье несовмещение со грехом. Чем глубже вы это понимаете, тем больше и больше вы должны удивляться Божьей благодати в Старом Завете. Потому что это происходит в 622 году. Закон Моисеев был дан в 1440 году. 800 лет. Почти что тысячу лет Бог говорит, покайтесь, покайтесь, еще один шанс, окей, дам еще один шанс, еще один шанс, еще один шанс дам вам. И вот такие вот циклы постоянного твоего израильского народа были. Друзья, вы должны увидеть не только Божий гнев, который видят сегодня неверующие люди. Они говорят, что Бог, вот как он может огневаться. Этот любящий Бог, который на протяжении столетий взывал к народу, но народ отвергал его. И поэтому Бог уже, он долготерпелив, но его терпение не вечно. Оно заканчивается. И эта книга нам говорит о том, что это Бог, он милостив, он хочет миловать. И он сегодня также, друзья, предлагает спасение всем людям. И если ты сделаешь это решение, если ты пойдешь за ним, будешь спасен от этого гнева. Если будешь уподобляться вот этим вот народам, которые противились, которые написано высокомерствовали, высокомерие у них было, когда они гордились, они не хотели преклоняться пред Богом, то будут свои последствия. Поэтому для одних из нас это будет благая весть, для других это будет ужасная весть. И я молюсь о том, чтобы каждый из нас воспользовался той возможностью, которую Бог дает нам с вами сегодня. Аминь. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя сердечно за Твое присутствие с нами, за Твое Слово прекрасное, чудесное, которое сегодня мы можем изучать, Господи. И одно, что мы можем сделать, вот смотря на проявление Твоего гнева, Твоей святости, Твоей праведности, Господи, мы можем только пасть перед Тобою и поблагодарить Тебя за ту благодать, которую Ты проявил к нам в Иисусе Христе. Потому что мы не заслужили Твоего прощения, мы не заслужили Твоей милости, Господи. И даже мы не уверовали в Тебя с рождения. У каждого из нас был свой путь. Кто-то 20 лет, кто-то 30 лет, кто-то 40, кто-то 50 прожил в вражде с Тобою, Господи, но Ты долго терпелив. Ты милующий Бог, который день за днем проявлял свое терпение и потихоньку напоминал нам Евангелие через родителей, через церковь, через других людей. Господи, я молю Тебя, чтобы вот такие собрания, вот такие книги, они были возможностью для каждого из нас, кто еще не знает Тебя здесь, кто не преклонился пред Тобою. Господи, пускай это будет возможность еще раз переосмыслить свое отношение к Тебе. И ту реальность, что однажды каждый из нас будет стоять пред Тобою. И будет только две категории людей, тех, кто во Христе и кто вне Христа. Господи, поэтому помоги нам всем прибежать к подножью Креста и получить там прощение от своих грехов, потому что у нас нет другой надежды, у нас нет другого выбора, у нас нет другого упования для того, чтобы стать частью Твоей семьи и быть с Тобой на небе и быть спасенными от Твоего гнева, грядущего на эту землю. Господи, прошу Тебя, спаси тех еще, кто не знает Тебя здесь. Откройся им, дай покаяние, дай осознание своих грехов. Во имя Христа мы все это просим, и для Его только славы. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok